А также я хочу сказать много слов о книге, которая называется «Дом, который построил дед». Эту книгу написал Борис Осильев, тот самый, который написал Борис Дести. Это очень глубокомысленная книга, которая затагивает просто все струны души читателя. Она начинается с революции и заканчивается уже 40-ми годами, причем описывает... Обычно, когда автор пишет об этих смутных временах, он пишет о временах на примере каких-то людей. А здесь, наоборот, он пишет об определенной семье в условиях вот этого периода. Меня очень порадовало, что между строк поскальзывает идея, что семейная идея, что цените семейные ценности, исследуйте свою рабословную. Я хочу немножко процитировать. Дело в том, что автору очень свои принципы какие-то удается хорошо подать. И я хочу процитировать, потому что я не смогу сама предсказать. «Жить значит страдать, оберяя ли от счастья или каменеет горе, рыча от наслаждения или рыча от гнева, задыхаясь от нежности или бледнеет боли. Но страдать за себя или за других, ибо жизнь, лишенная страдания, превращается в способ существования белковых тел». «Вдумайся». И я хочу еще кое-что процитировать. Эта цитата может просто афоризмом стать. «Вопросы — признак детства, ответы — признак старости». «Очень мудро, мне безумно нравится, как он сказал о том, что ушли вот эти времена, когда была монархия, были аристократы. Мне кажется, никто бы лучше не сказал, чем он. «Исчезли золотые империалы, удобные кареты, вышкальная прислуга, хорошие вина, хорошие сигары, родственные связи заменяются деловыми или партийными. Братья начинают шантажировать сестер и от чувства благодарности о верности и любви, преданности долгу, чести и достоинстве. Наши внуки узнают только из старых романов». Вот я даже не знаю, что сказать. Вот эти четыре строчки, пять, и этих пять строк, я считаю, дети должны просто с молоком матери впитывать, и тогда у нас все будет хорошо. И я просто в этом писателе, если честно, нашла единомышленника. Я в столь многом с ним согласна и просто поражена. Вот в последний раз вещь я цитирую. Многие, кстати, не согласятся с этой фразой, но я всегда говорила именно это все. «Если бы человеку дано было знать будущее, рухнула бы всякая цивилизация. Незнание будущего – самая великая мудрость мира и наивысшая милость природы». Я хочу сказать и о такой книге, как говорят «Погибший герой». Там было несколько изданий, и у меня было, по-моему, четвертое переиздание. В чем заключается эта книга? Она документальная содержит в себе предсмертные записки, которые оставили герои нашей Родины, воевавшие в Великую Отечественную войну, когда точно знали, что завтра или через час их расстреляют или повесят, или они погибнут в неравном бою. Приводится текст этих записок. Очень приятный бонус, что тут же описывается, где, в каком музее хранится та или иная записка, или в каком архиве, или в какой школе, или вот что. И идет краткая биографическая справка о человеке, который оставил эту записку. И также короткое, но интересное описание военной, ну, там, или битвы, в которой он погиб, или ситуация, в связи с которой он, его расстреляли, или повесили, или еще что-то. И, мне кажется, если, изучая свою генеалогию, можно не то, чтобы изучить историю страны своей, а узнать ее, это разные вещи, то по этой книге можно, в принципе, узнать войну, какой она была. И, кстати, вот эти записки, завещания, письма, и даже стихи, сочиненные перед смертью, как только не передавали. Я даже зафиксировала способы. Ну, я считаю, сам оригинальный, не буду только там, где на партнер-билете писали, или на медальоне военном, который всем солдатам выдавали. Бутылка. Ее могли бросить в море, либо заразить землю, на месте, где находился человек, либо как бы передать в бутылки с глазом. Внутри резинового шланга. В подшивке пальто. В подшивке кольцо. Мне, кстати, очень поразило, что когда один передал послание, завещание партизанам, и передал его родным, те тут же уничтожили записку, но потому что если бы эту списку нашли, всем бы стало плохо. но они заучили ее наизусть, и наизусть передали писали даже на обычном камень, в которых под ногами куча просто валяется. Удивительно, как потом вообще потомки нашли камень с такой надписью. в пустую гильзу. Частый случай, кстати, был, когда в пустую гильзу маленькую бумажку засунули с посланием. приятели вкладки печи в бараках. Надеюсь, что потом, когда все закончится, разрушат и найдут. тяжело на самом деле читать. Там 300 с чем-то страниц на 264-й странице я стала, я прям плохо стала читать, я еле-еле читала, потому что 300 страниц смертей это немножечко цитат. Я читала электронную книгу, к сожалению, на тот момент я не знала, что она только 10 закладок запоминает, но вот из того, что сохранилось, я самое такое следоточивое прочту, самое трогающее. Попов А.В. написал матери следующие строки. «Позвавь меня, мама, с днем рождения, не плачь, внутри слезы». Шевцова ЛГ, тоже матери писала в ожидании расстрела. «Прощай, мама, твоя ночь любкая уходит в сырую землю». Различие кузнецов Н.И. «Пусть знает весь мир, на что способен русский патриот и большевик, пусть запомнят фашистский головарей, что покорить наш народ невозможно так же, как и погасить солнце». Старшина Исланов Галей Оксанович «Прославляйте свою родину своей преданностью, мы погибаем за родину, наша кровь не попадет». Я не знаю, что еще сказать. Мне кажется, все, что я сказала выше, достаточно. На этом все. Читай побольше. Пока. С тобой была Даша. Субтитры создавал DimaTorzok